В спортивной школе «Арктика» подвели итоги учебного года. На торжественной церемонии закрытия наградили лучших учеников и их родителей. А воспитанники учреждения подготовили для гостей зажигательные выступления. Сегодня спортивная школа «Арктика» в замечательном комплексе «Лидер» проводит праздник, посвященный спортсменам, прошедшим этапы спортивной подготовки. Настоящий праздник грации, красоты и силы духа. Участники демонстрируют свои многочисленные таланты и мастерство, которое приобрели за годы обучения в спортивной школе. Каждый номер спортсменов продуман до мелочей – сценические образы, костюмы и музыкальное сопровождение. Юные грации демонстрируют технику владения лентами, обручами и мячами. Выступления участников вызывают у зрителей восторг и восхищение. Пришел с дочкой посмотреть, что она поняла, посмотрела, возможно, приобщилась к данному виду спорта. Очень интересно. Чемпионы, призеры, победители. В торжественной обстановке им вручают свидетельства о прохождении этапов спортивной подготовки. А родителям воспитанников – благодарственные письма за активное участие в жизни учреждения и содействие в воспитании здорового поколения. Художественная гимнастика – один из основных видов спорта, которые культивируются в лидере. В Муравленко действует окружная федерация. Карина Еремина – кандидат в мастера спорта. Неоднократно становилась победителем и призером региональных соревнований. За красивыми прыжками, поворотами, головокружительными бросками скрывается огромная работа длиной в 13 лет. Семьи воспитанников долгие годы были прочно связаны со спортивной школой. На протяжении всех этапов подготовки ребятам помогали тренеры, которые стали для них родными и близкими людьми. Среди воспитанников школы немало кандидатов в мастера спорта и разрядников. Благодаря тренерам имена наших спортсменов известны далеко за пределами города. Арина Нечаева входит в состав сборной Ямала по художественной гимнастике. Посвятив свою жизнь спорту, она уверенно шагает к новым высотам и достижениям. Эта спортивная школа, наверное, дала мне всё. Правда, всё. И дорогу в жизнь, так называемую. Очень люблю работать с детьми. Возможно, буду поступать на тренера. Много лет спорта, и оно всё равно не отпускает уже. Хочется дальше продолжать заниматься спортом, работать с детьми и в этой сфере. Я очень рада, что мы пришли в этот вид спорта. Художественная гимнастика научила её очень многому, дала ей очень многое. У нас очень хорошие, доброжелательные тренеры. Екатерина Юрьевна, Анастасия Юрьевна очень относятся к детям со своим всем хорошо. Они у них все как родные. Художественная гимнастика, лыжные гонки, пулевая стрельба, самбо, боксы, шахматы. В этом году свидетельство об окончании этапа спортивной подготовки получили 23 воспитанника школы. Мы, конечно же, будем следить за их дальнейшей спортивной деятельностью. И мы, наверное, будем, конечно, рады, что это наши воспитанники. У нас хорошее отделение, которое очень высоко котируется в округе. Это отделение гимнастики, которое участвует в сборной Ямала. Хорошее отделение шахмат, которое постоянно приносит у нас результаты. Регулярное отделение самбо. Практически все отделения показывают результат. На смену опытным ученикам приходят начинающие звездочки. Но спортивная история для воспитанников школы на этом не заканчивается. Главные победы и достижения у ребят еще впереди. Ведь у каждого из них есть цель и огромное желание покорять новые вершины спортивного Олимпа. Наталья Матюшкина, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.